Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами чрезвычайно важная и полезная тема, именно защита от солнца. Я считаю, что она актуальна не только сейчас, когда за окном активное солнце. Многие им наслаждаются в городе, отдыхают на даче, на берегу озера. Кто-то планирует отпуск. Я изо всех сил буду стараться не расплавиться здесь перед камерой, но я обещаю вам, что сегодня будет много очень полезной информации, которая пригодится вам в любое время года. В этом ролике я постараюсь осветить разные аспекты этой темы, поотвечаю на самые популярные вопросы. Как подобрать? Как наносить? Сколько наносить? Как часто обновлять? Как быть с макияжем? Что использую для своих детей? Обо всем об этом сегодня. Поехали! У меня довольно взрослая аудитория, и я думаю, что то, что я сейчас скажу, откликнется у многих из вас. 30 лет тому назад, 20 лет или даже 10 лет тому назад у нас в свободном доступе не было так много информации, по поводу SPF. И в принципе, с детства нам не прививали вот эту культуру использования солнцезащитных средств. И сейчас, повзрослев, поумнев, почитав, многие занимаются таким самообразованием и приучают себя заново использовать не просто солнцезащитные средства, а в первую очередь заботиться о своем здоровье. И тут, к сожалению, даже речь не идет исключительно об ожоге, который можно заработать во время принятия солнечных ванн. Здесь все гораздо серьезнее. Каждый раз сегодня, когда мы выходим на солнце, прогуливаемся по городу или даже сидим в тени без правильной защиты SPF, или же ожог, сегодня может нам аукнуться в будущем. Что я имею в виду? Под воздействием ультрафиолета нашей кожи, в ее глубинных слоях возникают свободные радикалы, которые провоцируют процесс разрушения коллагена и эластина, и также гиперпигментацию. То есть, если правильно не защищаться, то мы состаримся гораздо быстрее. У нас кожа станет менее эластичной, менее здоровой, менее сияющей, и так далее, и так далее. Мало того, если по каким-то причинам на вашем лице были пигментные пятна, и вам чудом удалось от них избавиться, что крайне-крайне сложно. Те, кто сталкивался с этой проблемой, прекрасно знают об этом, и вы уже научили себя использовать SPF на лицо, но продолжаете загорать телом без использования солнцезащитных средств, пигментация снова сможет проявиться и на лице в том числе. Лично я для того, чтобы обезопасить свое здоровье и подольше сохранить свою молодость, использую SPF не только на лицо, но и на тело. Как подобрать комфортное и эффективное средство для себя? В первую очередь я всегда отталкиваюсь от типа своей кожи, я знаю, что она комбинированная, склонна к сухости и также к высыпаниям. Мне 33 года не мешал бы еще и какой-то антивозрастной компонент. К счастью, косметическая индустрия не стоит на месте, развивается семимильными шагами, поэтому каждый сможет подобрать для себя и приятную текстуру, и удобную, также разные финиши существуют. Помимо этого, есть еще и универсальные солнцезащитные кремы, как, например, классический Ангелиос, который я тоже очень сильно люблю. Дальше мы с вами учитываем фототип. Их есть несколько. Если вы не знаете, что это такое, то оцените свою кожу, то есть посмотрите, какого она цвета, какого цвета у вас глаза и волосы. Есть смешанные фототипы, но вот я, например, явный первый фототип, у меня светлые глаза, светлая кожа, светлые волосы, соответственно, я буду сгорать, как рак, что тоже является фактом. Я очень хорошо помню свое детство, свое юношество, и, в принципе, я могу сгореть не только летом, но и зимой, например, катаясь на лыжах. В моем случае SPF 50 и зимой, и летом, и больше никаких вопросов. Если вы смугляночка, у вас карие глаза, если у вас темные волосы, и вам достаточно выйти на 5 минут на солнце, и вы шоколадка, то вам достаточно будет SPF 30, не просто для того, чтобы не сгореть, а для того, чтобы не запускать вот эти процессы преждевременного старения, потому что, я напоминаю еще раз, мы говорим не только об ожогах. Чем я пользуюсь на данный момент? Мне идеально подошли новинки от бренда La Roche-Posay Angelios Age Correct. И когда я показала этот флакончик в своем инстаграме, многие из вас вернулись ко мне с информацией, что да, вы уже попробовали, и вы также в полном восторге. Чем интересно это средство? Во-первых, это хороший солнцезащитный крем, здесь SPF 50, и он защищает от широкого спектра солнечных лучей. С ним я ни разу не покраснела. Также мне он понравился за его увлажняющие свойства, здесь в составе есть гиалуроновая кислота, и вот это увлажнение, оно ощущается не только в момент нанесения, а и удерживается, вот пока он есть на коже. Также для меня он выполняет такую защитную функцию от окружающей среды, то есть, когда я его смываю, моей коже также приятно, комфортно, она мягкая, такая эластичная, разглаженная. И также в составе здесь есть еще и те ингредиенты, которые предотвращают преждевременное старение и появление пигментации. Я скажу вам больше, что когда я пользовалась этим кремом и CC-кремом, к которому мы сейчас дойдем, я заметила, что оттенок кожи выравнивается. Поэтому, да, я однозначно вам рекомендую, у него очень приятная увлажняющая текстура, он хорошо распределяется, и я ношу его вот одно нажатие, или на все лицо, или на шею и декольте. Зачастую на лицо я наношу CC-крем из этой же линейки, а на шею и область декольте – это солнцезащитное средство. Кожа с ним такая сияющая, здоровая, очень ухоженная, поэтому с удовольствием использую. Я даже попробовала наносить его под глаза, у меня не было никакой реакции, несмотря на то, что я аллергик. И мой обожаемый CC-крем, также La Roche-Posay Angelus Age Correct, он имеет универсальный оттенок, я не знаю, каким образом ему это удается, но он хорошо подстраивается под мой цвет лица, и тогда, когда я более загорелая, и когда я менее загорелая. Помимо этого, этот CC-крем обладает такими же бомбовыми качествами, как и предыдущий. То есть у нас здесь вообще мультифункциональное средство с SPF 50, и я не знаю, можно или нет, но я также наносила его под глаза в качестве консилера. Нет было никакого покалывания, не было никакой неприятной реакции, он хорошо держится в течение дня, дает сияющий финиш, мне это нравится. Это настоящие мастхеллы моего лета, которые защищают меня по всем фронтам, причем работают не только сейчас, но и на мое будущее, точнее, на будущее моей кожи. Также хотелось бы затронуть тему чувствительной кожи, склонной к акне, не понаслышке знаю, как это, и, возможно, у вас есть сосудистая сеточка, или по отдельности, или все вместе, тут уже не важно. Главное, целый год, несмотря на фототип, использовать SPF 50. Я бы отдавала предпочтение минеральным фильтрам. Они еще более бережно относятся к коже, и также, если хочется покраситься, есть чудеснейшее средство. Я даже специально пошла, нашла старую баночку, которая завалялась у меня в одной из старых пляжных сумок. Это солнцезащитное средство от бренда SkinCuticals SPF 50, и здесь полностью минеральные фильтры, без химических. Вот так сейчас она выглядит, продается в таком формате, и здесь еще есть легкое тонирование. Он так классно выглядит на лице, и у вас уже не будет вот этой дилеммы, какой щадящий солнцезащитный крем выбрать, потом еще и тон, и чтобы тон не усугубил ситуацию, чтобы не было конфликта солнцезащитного крема и тона, у вас вот уже есть готовое решение. Он настолько красиво выглядит на лице, он дает и увлажнение, и хорошую защиту SPF 50, и от ожога, и от преждевременного старения, легко распределяется. Вы его вот так вот взбалтываете, и теперь вопрос, сколько наносить? В случае первого солнцезащитного крема, я сказала, что одно нажатие помпы, но для того, чтобы проще ориентироваться, нанесите две полоски на два вот этих пальца, на средний и указательный, и это будет то количество, которое необходимо будет распределить по всему лицу. Он очень легкий по своей текстуре, оттенок также адаптируется, у нас здесь нет белого лица мумии, или какого-то духа, он вот такой вот бежевый, красивый, ни в коем случае не оранжевый, и он опять-таки подстраивается под цвет кожи. Вот такой у него тоже слегка сияющий финиш, не забывайте, что каждое солнцезащитное средство мы наносим за полчаса до выхода на солнце, за 20 минут до того, как мы оденемся. Я не знаю, как это возможно, потому что раньше у меня все минеральные фильтры ассоциировались с белой маской, сейчас все очень поменялось, и во благо нашему лицу, нашей коже. Если вы меня спросите, каким этапом в уходе наносить SPF, конечно же, в качестве последнего. Но нам с вами несказанно повезло, что за нас с вами подумали производители косметики, и есть много кремов, которые, во-первых, очень хорошо увлажняют кожу, во-вторых, они еще и защищают нас от солнца. Несколько лет тому назад я показывала вам крем, который израсходовала до конца от бренда ЦРВ. Он с SPF 25, и для тех, кто относит себя к третьему и к четвертому фототипу, это будет чудесное решение на каждый день. То есть, после умывания вы наносите всего один крем, и у вас больше не возникает никаких вопросов. Этот крем имеет легкую, приятную текстуру, которая очень просто распределяется и дарит вашей коже не только увлажнение за счет наличия гиалуроновой кислоты в составе, также SPF 25, здесь еще и комплекс с трех церамидов, как и во всех средствах от бренда ЦРВ. Об этом я очень часто упоминаю, обожаю их умывание. И вот эти церамиды помогают нам, во-первых, сохранить наш защитный барьер, или если есть какие-то проплешины, то восстановить его, что актуально не только летом, но и зимой. Помните об этом, церамида это наши лучшие друзья, и также в составе здесь есть и неоцинамид, это очень хороший ингредиент для борьбы с пигментацией, с какими-то высыпаниями, тоже антивозрастной. В общем, тоже такой крем, все в одном, можно сказать, и умываетесь, наносите его, и не знаете никакой печали. Его можно обновить через два часа, как положено в случае каждого солнцезащитного крема, но этот крем очень-очень хорошо увлажняет в течение дня, и вот когда супер жарко, я отдаю предпочтение такого плана средствам, когда мне уже не нужно думать, а чем бы тут намазаться, чтобы и то, и то, и то решить, у меня вот есть один ответ на все мои запросы. Еще один представитель из категории и увлажнения, и фотозащита, это SPF 30 от бренда SkinCeuticals. Очень удобная упаковка, которую можно взять с собой, она не занимает много места, и это средство можно и нужно использовать в том числе мужчинам. Это солнцезащитный крем, который придает коже сияние, увлажнение, вот такой ничем не пахнет, просто как обычный крем, но со спецэффектами. То есть у нас и хорошая защита от солнца, обожаю бренда SkinCeuticals, вот этим средствам нет никакой альтернативы, и несмотря на высокую цену, вот я готова на них тратиться. Это и сыворотки, и умывание, и, конечно же, защита от солнца. Не могу не упомянуть, здесь комплекс современных фильтров, которые обеспечивают нам эффективную защиту, ну и увлажнение. То есть нанес, опять же, после умывания и обновил в течение дня. Он не липкий, он не жирный на лице, но, опять же, скажи своему мужчине нанести тоник, сыворотку, крем, еще и фильтр. Знаете, что он вам ответит? Да и, в принципе, женщине тоже комфортно взять одно средство и больше не заморачиваться. Это прям шик. Уже второй год подряд со мной всегда и везде спре от бренда La Roche-Posay. У него очень удобный формат, он не занимает много места, забросила, и в аварийных ситуациях я предпочитаю наслоить фильтр, чем подвергаться воздействию солнечных лучей. Это очень удобная штучка, она наносится равномерно, достаточно создать облако на своем лице в течение трех секунд и все будет хорошо. Давайте я покажу, что я буду рассказывать долго. Да, как всегда, дольше, чем три секунды. Готово! И еще очень важный бонус в этом во всем это то, что у нас макияж не нарушается, это все происходит быстро, без макияжных потерь, и также, когда он подсыхает, усаживается, он дает матовый финиш. Поэтому, ну, что еще можно сказать? Бомба! Последний блок, который мы с вами еще не обсудили, это солнцезащитное средство для деток. И у детей совсем другая кожа, особенно у младенцев. Она настолько нежная, чувствительная, и она даже не загорает так, как взрослая, она скорее мгновенно сгорает. Поэтому лучше вообще не выходить на яркое солнце и на прямые солнечные лучи с ребенком до трех лет. Я помню, что мы там ездили в парке, сидели дома, пережидали жару. То же самое происходило, когда мы были на море. Я была предельно осторожна, и у нас как-то обошлось. Маленький ребенок не способен сказать «Мама, мне жарко», он может капризничать. Вы можете даже не заметить, насколько быстро произойдет обезвоживание, обгорание, и все, что связано с пребыванием на активном солнце. Но вот для деток с трех лет можно использовать специальные средства, которые предназначены для них. У бренда La Roche-Posay есть вот такой лосьон. Здесь его 50 мл. и в этом случае у нас не просто SPF 50, здесь сочетание и минеральных фильтров, и также химических. Если бы вы у меня спросили, какие предпочитаю я, я хорошо отношусь и к тем, и к тем, но для детей мне нравится микс, так сказать. Мне кажется, что это хорошее решение плюс современные технологии. Это всегда гарантирует хорошую защиту. Так вот, этот лосьон, он еще увлажняет и смотрите, здесь у нас есть уже контроль нанесения, так сказать, потому что когда ты его распределяешь, он дает легкий белый оттенок. Со временем это все впитается, усядется, но во всяком случае у вас точно будет гарантия того, что вы ничего не пропустили. Сколько наносить солнцезащитного средства на детей? Одно нажатие, один участок тела, например, короткий рукав, то есть на одну ручку, одно нажатие, еще одно нажатие, ручка, ножка и так далее. Конечно, мы детей прям полностью не раздеваем, прикрываем голову, много воды и стараемся не сидеть на солнце. Вот это средство очень хорошее, его любят, многие мамочки ценят, и это средство было разработано совместно с дерматологами и педиатрами. А это наш семейный любимец, Томака я приучаю. Вы смотрели мой влог из Греции, скорее всего, и знаете, как все закончилось, но его система загара непобедима. Я надеюсь, что когда-то он к этому придет. Это солнцезащитный спрей SPF 50 для детей с 3 лет на лицо и тело. Спрей очень легкий, он так здорово, быстро распределяется, что это не составляет никаких проблем. Дети прибегают на пляж, они хотят играться или мы только собираемся. То есть нужно делать все максимально быстро. Вот такой легенький, буквально как вода, но где бы мы ни находились, какая бы температура ни была, мы никогда с ним не сгораем. Вот он легчайший. И мало того, что это SPF 50, UVA, UVB защита, у него увлажняющая формула, еще и здесь использована такая современная технология, благодаря которой фильтры равномерно распределяются и он еще и устойчив к поту, к песку, к воде. Но с водой тут опять-таки коварный момент. Если мы покупались, а в воде мы можем сгореть, поэтому наносим солнцезащитное средство до того, как мы пойдем купаться. И вот мы покупались, вытерлись полотенцем. Это уже механическое воздействие для того, чтобы не было проплешин в нашей фотозащите стоит ее обновить, если мы купаемся и вытираемся. Ну а так каждые два часа наносим это проще простого. Мамочки, обязательно на заметку для детей старше трех лет это наше спасение. Вот одна такая баночка для всей семьи это тоже суперудобно. Он не белый, он не липкий, но он увлажняющий. И, конечно же, так как я сказала, самая его главная функция выполнена на миллион процентов. То есть, мы с ним не подгораем. Если после всего вышесказанного у вас все еще остались вопросы, вы окончательно запутались, вы до сих пор не можете определиться, что нужно вам, я поделюсь с вами ссылкой внизу. У бренда Виши есть бесплатная диагностика кожи и подбор уходовой рутины на период активной инсоляции. То есть, на летний период, когда активное солнце, я тоже прошла такую диагностику. И там, во-первых, помогут определить ваш фототип, расскажут обо всех особенностях, учитывается климат, в котором вы живете, активность солнца. Помимо этого, экспозом-факторы, которые влияют на состояние нашей кожи, это и стресс, и загрязнение воздуха, и много-много всего остального. Это очень просто, удобно, действительно облегчает жизнь. Проходите и вы. Я учла все рекомендации. Мне интересно было, что же выберу для меня. Сейчас покажу. Так как у меня кожа склонная к сухости, она обезвоженная, ее нужно обязательно защищать от солнца, мне советовали попробовать вот это средство из линейки Аквалия Термаль. Это такая легкая, но мега увлажняющая эмульсия с SPF 25. Причем здесь идет защита от солнечных лучей UVA и UVB. Очень приятная легкая консистенция, ненавязчивая отдушка, пахнет такой кремовой свежестью, можно сказать. Легко распределяется, быстро впитывается, и это опять же средство из категории все в одном. Я могу нанести его после умывания и не знать печали, вообще не переживать за углажнение, потому что кожа настолько комфортная, она мягкая, она сияющая, и при этом если я захочу поверх нанести макияж, то все быстро впитается и нет ощущения маски на лице. Кому это средство также может подойти, у кого чувствительная кожа, обезвоженная, склонная к шелушениям, то есть довольно универсальный продукт. Я обязательно чуть позже поделюсь с вами таким более развернутым мнением, но первое впечатление очень-очень положительное. На этом мы с вами будем заканчивать. Берегите себя, свою кожу, я надеюсь, что вам было интересно, я очень старалась, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет несказанно приятно, но теперь пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.